2014 год связал узами брака не одну пару голливудских знаменитостей. После почти 10 лет отношений сыграли свадьбу Брэд Питт и Анжелина Джоли. Церемония прошла во Франции, в принадлежащем им замке Мироваль. В ней участвовали все шестеро детей пары. Простился с титулом закоренелого холостяка двукратный обладатель Оскара Джордж Клуни. Актера называли самым завидным женихом планеты. Его избранницей стала британская адвокат и правозащитница Амалия Ламудин. Пара встречалась с октября 2013 и поженилась в сентябре в Венеции. В Италии прошла в мае и церемония бракосочетания американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канни Уэста. Свадьба состоялась во Флоренции в замке XVI века. 2014 также стал годом громких расставаний. После 18 лет брака актриса Мелани Гриффит подала на развод с Антонио Бандерасом. Разошлись режиссер Тим Бёртон и его муза и мать двоих детей Хелена Боном Картер. В королевской семье Великобритании 2014 ознаменовался новостью о пополнении. Принц Уильям и его супруга Кэтрин объявили, что ждут второго ребёнка. Он должен появиться на свет в апреле. Новые наследники появились в княжеском доме Монако. У князя Альбера II и его жены, бывшей олимпийской чемпионки по плаванию Шарлен, родилась двойня – принц Жак и графиня Габриэла. После коррупционного скандала в монаршей семье Испании король Хуан Карлос, правивший почти 40 лет, отрёкся от престола в пользу своего сына. 46-летний принц Филиппо был коронован в Мадриде в июне под именем Филиппа VI. Новой королевой Испании стала его супруга Летисия, бывшая журналистка. Пара жената с 2003 года. Одной из главных потерь года стала смерть обладателя «Оскара» Робина Уильямса. 63-летний актёр, снявшийся в более чем 300 картинах, в начале августа был найден мёртвым в своём доме с ремнём на шее. Родные актёра рассказали, что Уильямс страдал от продолжительной депрессии. Полиция признала его смерть самоубийством. Самой продаваемой песней года стал хит Фаррелла Уильямса «Хэппи». Он разошёлся тиражом в почти полтора миллиона пластинок и повторил успех предыдущего сингла американского певца «Get Lucky». В 2014 Фаррелл также удостоился собственной звезды на Аллее славы. Событием года для российского кинематографа стало попадание отечественной ленты в шорт-лист номинантов на «Оскар» – главную кинопремию Голливуда. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлена драма Андрея Звягинцева «Левиафан». Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм удостоился приза за лучший сценарий.